Как в эпоху тренда на ЗОЖ продвигать фастфуд? Вы знаете, я бы не сказал, что есть сейчас тренд на ЗОЖ. Я думаю, что ЗОЖ довольно стабильная ниша, которую закрывают некоторые бренды и прекрасные, в частности, там Косвилл, например. Нет, я даже видел где-то статистику по американскому рынку, что там процент людей, которые позиционируют себя как потребители ЗОЖ-категории, он даже сокращается в какой-то степени. Веганы в том числе в большей степени сокращаются. Поэтому ты остаешься самим собой, ты работаешь на тот сегмент людей, которые тебя потребляют, а всегда найдутся те, кто для тебя есть реджектор и к тебе просто не придут. Поэтому здесь ничего не изменилось и не изменится, пока не применят какие-то законодательные нормы в России, о которых начали какое-то время назад говорить по части фастфуда. В Burger King довольно большой ценовой разброс. Есть бургеры по 89 рублей, почти по 600. Какая разница в продвижении бургеров разной ценовой категории? Большая очень, потому что бургеры сам по себе из низкой ценовой категории продвигать особо нет смысла, потому что рекламные инвестиции в него себя не купят. Это скорее каким-то комбо набором с уже более высоким прайс-поинтом, то есть условно бутерброд за 80 рублей ты кладешь в какой-то комбо за 250, например, рублей. И тогда уже говорить о том, что его можно продвигать посредством массовых медиа, конечно, можно. Это касается именно окупаемости инвестиций. С точки зрения рамки, наверное, рамка должна быть разная, потому что есть платформа у нас, например, Ancus, которая позиционирует себя, позиционируется, и она изначально выводилась на рынок, как некоторая. Премиум, элитарный сегмент. Есть свойственно определенные цвета, там синий, темно-синий, золотой. А когда ты говоришь про что-то более дешевое, то там обычно триггером является, например, красный цвет, потому что он исторически ассоциируется именно с какой-то ценовой выгодой и дешевизной. Поэтому, собственно, да, здесь разные аспекты, которые выражаются как и в креативной рамке, так и в том, насколько у тебя эти инвестиции именно медийные и рекламные будут окупаемы. Я знаю такую историю, что маленький мальчик из Урюпинска написал письмо в Бургер Кинг с вопросом о том и с просьбой, что в его городе нет Бургер Кинга, ему бы очень-очень хотелось. И в мае этого года фургон Бургер Кинг приехал в Урюпинск и продавал там свои бургеры. Вот расскажи про эту историю, какие вообще планы на это, какой опыт? Действительно, была такая история в самом начале года. Мы с большим удовольствием привезли наш фургон Бургер Кинг в Урюпинск и даже заработали денег. То есть это была и прекрасная социальная миссия, ну и дала выручку какой-то компании. Наш фургон все еще жив, существует и готов радовать людей в 2024 году, приезжая на мероприятия или в рамках какой-то социальной миссии. Более того, я считаю, что такие форматы потребления отличны сами по себе. Если, например, это интервью будет слушать московский метрополитен, то я буду рад, если они выделят какой-нибудь поезд под ресторан Бургер Кинг. Ну, вряд ли они согласятся, конечно, но так что футрак будет колесить по России в 2024 году. Какие маркетинговые цели Бургер Кинг ставит перед собой на следующий год? Маркетинговые цели всегда выражены бизнес-целями, а любой бизнес обязан всегда расти, так уж принято на любом рынке. Поэтому мы в следующем году в целом будем продолжать делать ровно то, что делали и в этом году. Мы, наверное, один из тех брендов в топ-3 фастфуд-индустрии, который характерен тем, что выпускает довольно много новинок. Мы это продолжим делать и продолжим удивлять некоторые палитры вкусов довольно интересных. И финальный вопрос. Какая идеальная формула у клиентского счастья? Наверное, важно, чтобы тебя слышали, потому что если ты доносишь свои идеи довольно развернутые и подробно, было бы странно не слышать в ответ такой и такой же, ну, развернутый, может быть, реализация твоих потребностей, реализация твоих задач. Не всегда этого хватает на рынке. Здесь можно в довольно глубокие дебри, на мой взгляд, уходить, но по большому счету сами клиенты должны быть, мне кажется, более прозрачными, нежели те в той конфигурации, они сейчас, не в такой конфигурации они живут, скажем так. Ну и партнеры, не обязательно агентства, вообще в целом партнеры на рынке должны давать столь же прозрачные и понятные ответы, которые решают именно те задачи, на которые эти партнеры привлечены. Потому что нет смысла от рекламного агентства просить растить бизнес, от рекламного агентства, на мой взгляд, есть смысл просить достигать тех метр, на которые они реально работают.